МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студентка Красноярского колледжа искусств имени Иванова Роткевича Маша Соловьева – хористка фольклорного ансамбля «Живая старина». В коллективе почти одни студенты. Руководит ими преподаватель колледжа и собиратель приангарского фольклора Игорь Горев. Он, можно сказать, исполнил мечты студенток. Я очень обрадовалась, когда он меня позвал, но сказала, что пока конец первого курса, я просто похожу и послушаю. Он такой, а хочешь, хочешь, я исполню твою мечту? Одну, только одну. Но потом последующие они сами будут. Я хотел найти сибирскую традицию. Ну и вот мы съездили с училищем на Ангару, и меня эта песня просто сразу заворожила, поразила, наповал. Коллектив уникален тем, что исполняет архаичные ангарские песни. В советские годы фольклор унифицировали. Всех нарядили в одинаковые сарафаны и сравняли по исполнению. Последователей настоящей ангарской традиции уже почти не осталось. В советское время там был план такой создать культуру, которая заменяла бы ту вот старую культуру, как режетки вот этого царского времени, но чтобы она была близка к народу. Девчонки называют себя народницами и убеждены, что дружнее их нет никого на свете. Ну вообще я не представляю жизни без этого теперь, без песен, без дружной компании, потому что народники, они всегда самые дружные, самые веселые, постоянно в поездке. Фольклор и народная культура объединяют людей. Это большая сила нашей страны, которую нужно оценить, беречь и продвигать в массы. Живая Старина едет в Яркино. Глухую деревеньку Кежемского района на фестиваль ангарской культуры. И первую песню мы споем «Сижу за решеткой». Эта песня как раз записана в Яркино в 99-м году, на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Интересно, что были свои сюжеты, народные, старинные, но и также в народе были любимы и стихи, и Пушкина, и Левмонтова распевали. Русская культура, она на генном уровне будоражит людей. Сижу за решеткой, это вообще просто. У меня там аж щеки были красные. Такая энергетика шла на репетицию, что невозможно было. Двадцатилетние девчонки везут за 900 километров от краевого центра, настоящие архаичные песни. Такие, какие пели матери и бабушки сегодняшних деревенских исполнителей. Самое интересное, что это культура настоящая. И этому пример, то, что молодежь, она интересуется этим. Это контрольно-пропускной пункт перед Богучанской ГЭС. Вот сейчас заезжаем, здесь все там внутри. По ней можно перебраться с одного берега Ангары на другой. При строительстве гидроэлектростанции затопили 26 деревень Кежемского района. ГЭС завершена. Были в курсе событий, как это все непросто выстраивалось. На сегодня, наверное, все, что связано непосредственно с этим объектом, все хорошо. Налоги для района и для края, для федерации достаточно большие. Село Яркино – одно из немногих сторожеческих поселений, которые не ушли под воду. Вместе со студентами в сторожеческую деревню едут ученые и журналисты из ИСБУ. Я думаю, что пока звучит народная песня, Россия будет наша жива. Организовал поездку глава района Павел Безматерных. Пригласил руководителя Кежемского землячества Любовь Корнаухову и самых верных поклонников ангарской культуры – фольклористов, кинематографистов, филологов. Одно из ведущих научных направлений университета – исследование коммуникативного пространства и лингвокультур Енисейской Сибири. Я возила копны на конях, жила с папой по месяцу на сенопосте. Какую-то историю про зэков можете вспомнить? Как они… Они же участвовали в сожжении Кежмы или нет? Кежмы нет. И Кежмы – они жигали по культуре. Студенты и преподаватели вуза собирают уникальный говор ангарцев и записывают истории их жизни. А студенческое телевидение университета снимает документальные фильмы и видеоистории. «И в окошко мое не звучит» В глобальном мире мы все хотим показать, чем мы отличаемся, чем мы уникальны. И вот как раз наша ангарская культура – это то, чем мы уж точно от всех отличаемся. У главы Яркинского сельсовета Ирины Николаевны Рукасоевой сегодня день рождения. А на льду реки Чадобец – хоккейный матч в Валенках. Итак, на центральной хоккейной площадке деревни Яркино. Финал чемпионата мира по хоккею с мячом на льду в Валенках. Встречаются победители с северной отборочной зоны команды деревни Яркино. В скобках – команда Рукасоевых, поскольку практически там все Рукасоевы. Рукасоев Михаил Юрьевич. Рукасоев Алексей Алексеевич. Рукасоев Сергей Евгеньевич. Рукасоев Анатолий Васильевич. Алексей Кулаков. И команда города Кодинска представлена командой администрации района. Кутакол Михаил. Еще когда Николай. Играть будем вообще жестко, да? Пропустить. Принципиально. Кутакол Михаил. По зимнику в деревню Яркино добрались народные певческие коллективы из всех сел и деревень района. Зимняя трасса – вещь непредсказуемая. Утром перевернулся лесовоз. Вечером, пока его поднимают, приходится постоять. Народ, похоже, не особо расстроен. Пользуясь случаем, прогуливается по лесу и поет песни. Давно стоите? Нет, нет. Часа два. Фольклорный праздник в самом разгаре. Деревенские коллективы не только поют. Что такое что-то? Так вспомнила, куда шла-то? Ну и куда? В библиотеку? За геометрией? Зачем тебе клюшка старая геометрия? Ангарский говор звучит и в сценках, и в быличках. Спать хочешь? Нет. В Кежемском районе появилась еще одна визитная карточка – съезжий праздник фольклорных коллективов. Спасибо отделу культуры и главе района. Мы с удовольствием выступали. Старина здесь была. Мы с таким удовольствием, это старое село приехали. Наталья Бархатова, Валентина Вараксина, ТВ, СФУ.